Ну что мои любимые, приветствую вас на моем канале. Добро пожаловать в новое парфюмерное видео. Продолжаем с вами находить бюджетную классную парфюмерию, вкусную, которая достойна того, чтобы пополнить наши парфюмерные коллекции. Причем не ударить по нашему кошельку. И как показывают два прошлых видео, мы это делаем с вами весьма успешно. Потому что я нашла такое огромное количество ароматов, которые мне безумно понравились. И даже подумать я не могла, что за такие небольшие деньги можно найти что-то настолько стоящее, красивое, шикарное, стойкое, ароматное, пленительное. В общем, все остальные подобные слова можете подбирать сами. Итак, все ссылочки на сегодняшние 8 новых ароматов я для вас оставлю в описании под видео. Они все будут бюджетными и, надеюсь, классными. И также мой скидочный промо-код на 10% на рандеву. Он постоянно многоразовый. 10 лавшоп, вы уже должны его более запомнить. Применяйте его при всех своих последующих заказах. Он суммируется всеми скидками и акциями на сайте. Действует при сумме заказа от 2500 рублей. И распространяется абсолютно на весь ассортимент товаров. Все, давайте приступать. Первый парфюм, который мне хочется вместе с вами послушать. Потому что я-то вот эту вот интригу-то держу для себя. Я слушаю только вместе с вами. Они лежат и ждут, собственно, своего часа, когда начнется обзор. И когда я уже до них доберусь. Лежат, улыбаются. Зовут меня, говорят. А мы такие классные. А ты нас еще не знаешь. А давай, давай. Я быстрее, быстрее собираюсь. Крашусь. Ставлю аппаратуру. И да, долго, конечно, я не могу с такими вещами тянуть. Потому что парфюмерия это моя страсть. Ладно. Да. Роша Герл. Вот такой аромат. Должен быть нежным, свежим, девичьим. Обожаю этот бренд. Он создает недорогие, но очень качественные ароматы. Итак. Он зелененького цвета. И бутылочка сама такая мятненькая. Очень нежная. И аромат чудес. И исходя из нот, и исходя из моего носа. Ой, боже мой. Да как так-то? Сколько мы с вами ходили мимо таких чудесных, недорогих ароматов. Я уже пошла там по ценникам 20-30 тысяч рублей. Из-за чего, конечно, были некоторые мои зрители огорчены. Потому что не все хотят такие большие суммы вкладывать в парфюмерию. Я прекрасно вас понимаю. Но хочется, хочется же прикоснуться к чему-то. И дорогому в том числе. Но в нескольких последних видео мы с вами находим очень достойные вещи из достаточно бюджетного сегмента. Это не исключение. Здесь верхние ноты. Ни роли черная смородина и розовый перец. Черная смородина такая ароматная. Ни роли такие бело-цветочные. Удивительно красивое сочетание бело-цветочности и черной смородины. Дальше средние ноты здесь цветочные. Это цветок апельсина. Жасмин мой любимый. Плюс орхидея. И база это ваниль, сандал и кедр. Девочки, это очень нежный. Такой летящий. Свежий, девичий, чистый. Такой непорочный аромат. Красивый. Очень ноский. Универсальный. Не напрягающий никого. Достаточно свежий. Достаточно прохладный. Но не холодный. Нет здесь никаких грубых почулей. Вообще ни одной тяжелой ноты. С вашего позволения я посмотрю, сколько это стоит в полноразмерной версии. Потому что мне прям сильно понравилось. К сожалению, нет здесь 8 мл от Леванта. Я прям огорчена, если честно. Потому что мне бы хотелось вот именно такой объем. Можно купить 4,5 мл за 1000 рублей. А можно пить 40 мл за 4000 рублей. Похоже, придется это сделать. 60 мл за 4000 рублей. Наверное, вот так будет выгоднее. Да, достаточно большое количество здесь заказов. И положительные все абсолютно отзывы. Я понимаю. Понимаю, понимаю. Роскошный аромат. Ну вот, первое попадание у нас уже есть. Следующий аромат. Бритни Спирс Фантази. Давайте посмотрим, что нам здесь заготовило. Великолепная Бритни Спирс. Талантливая, трудолюбивая девочка. Которая наконец-то живет так, как ей нравится. Да, спустя многие-многие годы. Такой девичий здесь флакон, скажем так. Розовый в виде шарика со стразиками. На крышечке тоже стразики. Ну, все так миленько. И, значит, верхние ноты здесь. Киви, красные личи, айва. Средние ноты белый шоколад, пирожные, орхидея и жасмин. И база здесь мускус, корень ирис и древесные ноты. В общем, если вы любите вкусные ароматы, съедобные ароматы, такие гурманские ароматы, то вам сюда. Такой девчачий аромат, я бы даже сказала, больше для подростков. Он недорогой. Как раз для фанатов Бритни Спирс, да, вот того времени, когда она была в самом расцвете своего творчества. Это очень приятно. Это очень хорошо, приятно. Здесь хорошие ингредиенты. Здесь красивый, вкусный киви, личи. Все-таки кисленько так. И замечательно это сочетается с белым шоколадом, с пирожным, с орхидеей. Вроде казалось бы вкусненько, но при этом это как-то со вкусом. Это, я бы не сказала, что это как-то дешево и просто. Нет, это просто очень вкусный такой аромат. Я его хочу себе оставить. Мне понравился. Дальше, следующий аромат. Латафа маск муд. Давайте посмотрим, что заготовил для нас этот арабский и достаточно разноплановый, как показывает практика, бренд. Здесь очевидно мускусный, да. Этот аромат должен быть пудровый, как обычно, роскошный флакон с дорогой, золотой крышкой. Верхние ноты цитрусные и фруктовые ноты. Средние ноты белый мускус. Цветочный ноты, ваниль и база здесь белый мускус и сандал. Сложный, описуемый аромат. Здесь достаточно много кислинки. При этом он достаточно воздушный из-за того, что здесь большое количество мускуса содержится. В цветах здесь явно слышится роза. К середине уходит кислинка. Ну, точнее, она не уходит, она немножечко приглушается. Становится аромат цветочным, но по-прежнему таким воздушным, нежным, легким из-за мускуса. Так, ваниль здесь красиво играет, сандал. Ну, вот я слушаясь долго в этот аромат, чувствую здесь розу и чувствую, как мои виски не выдерживают. Все, мои виски мне говорят, это не наш аромат. Проходим мимо. Следующий парфюм, который мы с вами рассмотрим. Arman Basie in Red Eau de Parfum. В первом видео из этой тематики мы с вами смотрели туалетную версию. И она мне очень понравилась. Я ее себе оставила. Здесь у нас парфюмерная вода для женщин. И уже ярко-красный, насыщенный классический флакон. Здесь практически те же самые ноты. Только здесь имбирь на первом месте, да, а не на втором. А бергамот здесь на втором месте. То есть они поменялись местами. Дальше также мандарин и кардамон. Жасмин, лист фиалки, ландыш и роза также в средних нотах. В базе это древесные ноты, белый мускус. По-моему, это пахнет так же. Это пахнет очень вкусно, это очень сильно пахнет бергамотом. Плюс белый цветочностью такой легкой и пудровостью. И все это на древесной базе. Мне нравится. Очень стильный, женственный, такой лаконичный аромат. Причем он совершенно не тяжелый. Он очень носибельный. Его прекрасно в офис, прекрасно в какую-то такую атмосферу людную. Чтобы не задушить там всех вокруг. Из-за разряд таких классических ароматов. Красиво. Красиво звучит. Гораздо дороже, чем стоит. Дальше. Латафа Яра Тоус. Я вам обещала про него поговорить. Мы с вами розовую, если я не ошибаюсь, версию в прошлый раз рассматривали. Это такая манговая версия. Цвет манго у флакона. И в точно таком же стиле, как та версия, это должно быть сильно фруктовым. Не знаю, понравится это мне или нет, но понравится. Я не знаю, как они это делают, но они восхитительны. Вот эта Яра, это просто нечто. Вот я не люблю арабскую парфюмерию. Я не люблю вкусную парфюмерию. Но они как-то так это делают, что божечки мои. Я думаю, что все как завороженные будут за вами ходить. Всем будет захочется вас покусать. Попробовать, понюхать. Это очень большое количество манго. Плюс кокос, который я терпеть не могу, но он здесь так круто звучит. Плюс еще и маракуйя. Представляете, какой съедобный парфюмер. Средние ноты. Жасмин, гелиотроп, цветок апельсина. То есть пил цветочность, плюс ароматный гелиотроп сиреневый. И база здесь ваниль, кашмиран и мускус. То есть это становится бархатисто, ванильным и с афродизиачным легким воздушным мускусом. Но по-прежнему вкусно. Здесь играет манго. Отлично. 4 из 5, да? Сейчас у нас с вами. Хороший результат. Дальше. Элизабет Арте. Наконец-то мы подобрались к этому бренду. Спрендор. Название. Тоже как-то сладенько, вкусненько. Флакон, кстати, здесь стоит того, чтобы его отметить. Потому что он такой оригинальный. Я не знаю, здесь действительно такая. Нет. Это имитация стеклянной вот этой крышки пробки. Безумное количество нот. Но знаете, я его практически не слышу после прошлого аромата. Я его не понимаю. Вроде что-то приятное. Так. Все. Сейчас начинаю ощущать. Это очень сильно сиреневый аромат. Потому что здесь гиацинт, вистерия, фрезия, пион, сладкий горошек, яблоко, бергамот, ананас на старте. В середине ландыш, лилия, жасмин, магнолия, чайная роза, роза, орхидея, мак и база, мускус, кетер, сандал, темные, древесные ноты, розовое дерево и амбра. Очень много всего. Из-за этого вообще непонятно, что здесь с чем. Но во главе здесь сиреневые ноты. Сиренево-цветочный аромат. Его вообще, конечно, нужно расслушивать, потому что так не поймешь. Ну вот изначально много спирта. Потом вступает вот эта сиреневая цветочность. И так много всего, что нет. Просто нет и все. Следующий парфюм Лотафа. Фак Хар Вайт. Сколько мы с вами парфюмов от этого бренда послушали. Так. Здесь, исходя из нот, это должно быть хорошо. Прям даже очень хорошо. Все ноты мои любимые, ни одной нелюбимой. Здесь и красивые фрукты, и белые цветы. Вот это вот, наверное, да. Это очень фруктово. Замечательно. Верхние ноты. Здесь персик на первом месте. Я мало парфюмерии слышала, где персик на первом месте. А я очень люблю эту ноту в парфюмерии. Персик звучит очень тепло, ароматно. Так мягко-мягко. Обволакивающе. Персик плюс груша, плюс зеленое яблоко, плюс черная смородина и плюс апельсин. Боже. Это какая-то сказка. Дальше. Средние ноты. Здесь цветочные. Цветок апельсина, жасмин самбак, плюс роза. И база здесь сандал, ваниль, мускус, пачули. Пачули здесь совсем чуть-чуть, чему я очень рада. В общем, это вкусно. Ой, как сейчас зеленое яблоко заиграло. Ой-ой-ой. Девочки, это божественно. Господи, вот не пошла бы я по бюджетной парфюмерии, я бы пропустила столько чудесных ароматов от этого бренда. И так бы не узнала, что мне все-таки нравится некоторая восточная парфюмерия. Арабская, да? Угу. Отлично. Ну и последний парфюм, который у нас с вами сегодня остался, очень популярный. Я помню, что целый фурор произвел его флакон, потому что он был в виде жидкости для мытья стекол. Это, конечно же, Moschino Fresh Couture. Несколько там версий этого аромата мы сегодня с вами голубенькую рассмотрим, а остальные в следующий раз. Вот кто-то приехал с такой музыкой. Так, цитрусово-цветочный он заявлен. Знаете, вот этот флакон, если честно, дает ассоциацию с какой-то химозой. Но, как ни странно, этот парфюм не пахнет совершенно никакой химозой. Это пахнет так, как заявлено, достаточно натуралистично. Мы все любим от этого бренда Chip and Chick. I love love. Чудесный. Грибфрутовый аромат. Этот аромат тоже чем-то похож. Здесь бергамот, мандарины, ланг, ланг в начале. Пион, малина, асмантус в середине. База здесь амбраксан, древесные ноты и пачули. Это пахнет бергамотом и мандарином в основном. Дальше открывается малина. Открывается пион свежий. Медовый асмантус. Но все равно это так кисленько. Цитрусово достаточно звучит. В общем, легкий, свежий, цитрусовый, нежный, бюджетный аромат в интересной, нетривиальной упаковочке. Я его тоже, пожалуй, себе оставлю. Хотя, конечно, цвет очень, конечно, как-то путает все ассоциации. Ну, в общем, вот и все. Вот такими были сегодняшние 8 ароматов. У меня осталось еще 8. И я сейчас, собственно, отсниму этот ролик. И уже буду потихонечку монтировать. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, что я что-то интересное для вас здесь открыла. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть ароматов из восьми сегодня попали в меня. Да, я их буду себе оставлять, разнашивать и, может быть, что-то закажу себе в полноразмерной версии. Очень хорошие ароматы, качественные. Можно красивую парфюмерную коллекцию создать при их помощи. Особенно, если есть на них отливанты 8 мл. Очень советую этот объем. Он бюджетный, но там много-много парфюма и удобно носить с собой куда угодно. Красиво все это смотрится в какой-нибудь симпатичной коробочке. Ладно, все, завершаю это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, пишите что-нибудь хорошее в комментариях, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые подобные видео. Надеюсь, вам нравится эта рубрика, надеюсь, вы довольны, надеюсь, она для вас полезна. Потому что за небольшие деньги, да, можно, оказывается, найти что-то очень классное. Прощаюсь с вами на сегодня. Подписывайтесь на все мои соцсети, используйте скидочный промокод, разворачивайте описание, чтобы ссылки на все парфюмы найти. И встретимся здесь в моем следующем видео. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok